Всем привет! Добро пожаловать в новый влог. Я знаю, что вы по ним соскучились. Я снимала в разные дни. И сегодня предлагаю вам не только провести с нами выходные, но и приготовить что-то вкусное. Я подготовила для вас рецепт вкуснейшего запеченного мяса, полезного, сытного, вкусного завтрака. Отметим день бабушки и дедушки. Соберемся на мой день рождения. Покажу вам немножечко, как он прошел. Поболтаем о возрасте, о том, как я себя ощущаю в свои 36 лет. Прогуляемся по Кракову. Итак, немножко обо всем. Приятного вам просмотра. Ставьте лайк и давайте поскорее начинать. Это солнечная суббота. Немножко холодно. Это зима какая-то особенная в Кракове. Неприятная, непривычная, особенная, потому что у нас обычно теплее. Но, тем не менее, мы все равно ходим на прогулки и выбираемся как в город, так и у нас на районе. Никогда не поверите, куда меня занесло. У нас суббота. Мы едем на семейный обед. По дороге заехали в один из самых классных магазинов, что касается мотоциклов, в Кракове. Ему где-то около двух лет. Называется он Defender. У меня же это муж мотоциклист. И они собираются с друзьями в новое путешествие. И нужны новые ботинки. Так что они там выбирают. Конечно, когда он купил мотоцикл, я прям сильно пенилась и переживала. Сейчас меня отпустило. Прошло почти два года. Я, ну, где-то, наверное, свыклась с тем, что он ездит. И рассчитываю на то, что ездит он осторожно. Не спешит и не выжимает там все соки из мотоцикла и все возможности из скорости. Это увлечение человека. И это тоже нужно научиться принимать и запрещать. Вообще нет никакого смысла, если человек и так будет делать то, что он хочет. И он имеет на это полное право. Не то, чтобы запрещать, потому что у каждого есть свобода выбора. Но мы очень много разговаривали. И я объясняла, с чем связаны мои переживания. И я надеюсь, что мы где-то пришли к общему знаменателю. И для меня главная безопасность. И чтобы он всегда тоже думал о жизни. В первую очередь, а не только о том, чтобы пощекотать свои нервы. Вот и здесь, помимо мотоцикла, огромное количество разных гаджетов, существований и потребностей, в которых я вообще без понятия. Обувь. Давайте посмотрим, сколько стоит. Ну, конечно, цены бывают абсолютно разными. Цены нет. Значит, это супер дорого. Вот. Мало того, оно еще и портится, если ты постоянно ездишь. Вот мне нравятся девушки в этом костюме таком мотоциклистском. Но я ни разу не ездила с Томаком. Я очень сильно боюсь скорости и вообще нестабильности. Мне кажется, что типа там на двух колесах это не так стабильно, как на машине. Тут на машине, блин, убиться можно. Говорят, можешь снять. Это куртка за тысячу долларов где-то, да? К мотоциклу будет подходить. Ну, сзади. Ну, красиво. Что это в лесу сдохло? Захотел выступить. Ну, можно, значит, можно. Слушайте, это реально болезнь. У нас очень много мужчин. Сейчас ездят на мотоциклах. Шлемы всякие разные. Я тут пугаю народ своей камерой. А, кстати, у Томака вот такой, только белый шлем. Это тоже очень важный элемент, потому что, если не дай бог авария или что, это то, что может спасти жизнь. У нас, кстати, у мальчиков тоже есть костюмы, потому что они иногда ездят с папой очень осторожно и не быстро. А Игнат у нас вообще мотоциклист. Муви же тоже ездишь на мотоцикле. Тоже, шибко. Так. Папенька номер два разводила. Постоянно что-то. Покаж. Игнать, трошка сон задужем уже меньших пошуками. Моим мотоциклист хочет себе перчатки. У него тоже и шлемы, и все дела. Это капец. А Игнат у нас по спортивным мотоциклам. Папа ездит на туристическом. В ретелый раз ту куплю себе такой. Такие кольоровые, как любишь. Все. Вау, тут целый женский отдел. Фиолетово-розово-черный. Есть у меня тут среди зрителей девушки мотоциклистки, а? А вот такое очень даже секси. Я должна сказать, здесь элементы, которые защищают. Тоже не дай бог авария, чтобы не поздирать себе не столько кожу, сколько кости. У меня взрыв мозга. Сейчас сидим, Игнат. Думаю, зачем джинсы в магазине для мотоциклистов? Мне объяснил Томаш. Это не просто джинсы. Они выглядят такими. Это одежда типа городская. И вот здесь вот тоже всякие там штуки плотные, которые охраняют колени. Завтра мы будем праздновать День бабушек и дедушек. К сожалению, моя мама уехала. Но все равно завтра приходят гости. И я хочу сделать филе индейки, которое я готовила на Рождество. Но не сняла рецепт. Он банально простой. Это очень вкусно. Нам понадобится, собственно говоря, филе индейки или курицы. Или можете взять свинину, если хотите. Также соевый соус, оливковое масло, мед. Приправы сейчас покажу, какие у меня. Но можете использовать ваши любимые. Также груши. Грушами мы займемся завтра. Потому что мы будем на ночь мариновать мясо. Так. И еще обязательно рукав для запекания. Или какая-то форма, в которой вы можете это все закрыть. И где-то запекать около часа. И я готовила это все на глаз. В прошлый раз получилось очень вкусно. И я кладу вот эту приправу. Она без соли. Соевый соус соленый. Поэтому выбирайте такую, чтобы не переборщить. Вкусно, когда маринада немало. Тем более он будет у нас распространяться еще и на груши. Девочки, я не знаю пропорций. Я вот чисто наливаю так, как мне кажется, что будет окей. Ну, можете попробовать на вкус, как это получается со мной, Ренат. Чтобы как-то это все дозировать. Много оливкового масла. Ой. Мед можно заменить, например, кленовым сиропом. И приправой. Так, что здесь в составе? Это сушеный лук, чеснок, черный перец, томат, еще какой-то перец, морковь, кожура этого, цедра апельсина, сори, сельдерей, рисовый концентрат, не знаю, что это такое, гумин, тимьян, орегано, розмарин. Ну, в общем, такой универсальный микс, на самом деле. Я его покупала уже второй раз. Классная приправа. Немножко это все взбалтываем. И, вы знаете, в итоге это мясо можно будет есть как в теплом виде, так и в холодном. На бутербродик, например, порезать, если останется. И это не единственное мясо, которое я буду готовить завтра, еще и рыба. Ну, простенькое все это. Универсально. Очень-очень быстро, просто. Стараемся обмакнуть наш кусочек. Прямо в маринаде хорошо так. Запаковываем. Пленка пищевой. Оставляем на ночь в холодильнике. У меня получилось три контейнера тирамису. Этот не поместился в холодильник, нужно вынести в гараж. Еще решила сделать панакоту. Вы знаете, в этот раз не было свежих ягод в магазине, поэтому я буду подавать с перемолотой, с небольшим количеством сахара, замороженной малиной. Купили стомаковое вино. Вкусное, красное. Меня оно так расслабило, девочки, что я сейчас усну. С 2012 года. Вообще, если совсем по-честному, то я больше люблю белое. Но из красного самое любимое, это примитиво. Вот так, знаете, полбокальчика иногда не повредит. И оно мне вкусное. Мне после него неплохо, потому что не все красные вина для меня окей. Встречаемся с вами уже утром. Мясо промариновалось. Груши, не помню, сказала или нет, вчера вечером, выбираем какие-то потверже, чтобы они не разлезлись. Чистим их, вырезаем сердцевину. Также готовим наш рукав для запекания. С одной стороны его зажимаем. И сейчас уже вне камеры я отправлю в рукав мясо с маринадом, то есть со всей вот этой жидкостью. Сюда же кладем груши. Закрываем второй конец. И теперь нам нужно это все перемешать так, чтобы маринад покрыл игруши. Ставим запекать где-то при температуре 160-170 градусов на целый час. В зависимости от того, какой у вас кусок мяса. То есть если он совсем маленький, то тогда нужно 150 даже поставить и печь минут 50. У нас чисто семейный такой, достаточно простой обед. Нас будет много. Еще нужно принести один стул. Вот. Это запанированная рыба и котлеты. Шницели по-польски. Они огромные. Это Томак такие делает, любит. И в Польше очень много всего в панировочных сухарях. Но я намерена есть свою индейку. Начинаем уже подавать горячее блюдо. Вот такое мяско у меня получилось. Оно очень сочное за счет того, что запекаются в рукаве из груши. Это нечто. Я выложила на листья салата и посыпала гранатом. Можно еще клюквой. Но сочетание индейки с соевым соусом, с медом, с грушей и еще и с соком груши, это очень вкусно. В преддверии своего дня рождения я записалась на ногти. Решила не только освежить маникюр, уже ситуация того требовала. Как обычно, приехала к мастеру Алине, сделала и маникюр, и педикюр, выпила кофе. Мы с ней вкусно поели. Но я замечаю, что мне уже не просто необходимо было сделать новый маникюр, но также сделать укрепление ногтей, потому что сама ногтевая пластина у меня достаточно тонкая. А гель-лак я делаю уже очень-очень много лет. И когда хочется, чтобы ногти были чуть длиннее, то они как бы закручиваются. И Алина вот таким образом все выровняла. И у меня получился идеальный квадрат, который на моих родных ногтях без гель-лака, без какого-либо укрепления просто невыполним, потому что ногтик, концы закручиваются, и сами по себе они никогда так не выглядят. А теперь я очень довольна. Мой день рождения начался, как обычно, рано утром. И я спалила сюрприз. Я просыпаюсь раньше, чем все остальные, потому что я готовлю детям завтрак и полдник в школу. Сто лет... Сто лет... Сто лет... Не-чь живи, живи нам... Еще раз... Не, тоже можно. Еще раз... Не-чь живи, живи нам... Не-чь живи нам... А кто? А кто? Мама! Дякую! Субтитры сделал DimaTorzok! Happy birthday! Субтитры сделал DimaTorzok! Ну и что... Проните, поделите, где я что-то вышкала. Куку! Куку! За мужичуста. Это стол от для мамы. Когда все разошлись, я могла спокойно, не торопясь в компании «Спящие юки» позавтракать и немножечко даже себя побаловать. Я должна признаться, что я не люблю и вообще у меня даже не хватает мотивации готовить что-то исключительно для себя. Вот если больше людей, тогда пожалуйста. Но как же приятно съесть что-то не просто вкусное, но еще и полезное. Нам понадобится бездрожжевой хлеб. Желательно, чтобы он был свежим внутри, мягким и с корочкой. Авокадо. Сырок такой типа как в Филадельфии. Яйца и лосось. Можно также взять какие-то прородки. Мы сделаем скрамбл из яйца. И также немного поливаем наш хлебушек оливковым маслом и поджариваем. Буквально там несколько минут на достаточно большом огне, чтобы у нас получилась такая гренка. А скрамбл мы делаем просто из яйца со сливочным маслом, с солью и с перцем. Намазываем сливочный сырок, выкладываем авокадо, яйцо и лосось. Слушайте, это настолько вкусно, что я могу есть это и на завтрак, и на обед, и даже на ужин. Вот такая я бываю странная чашечка кофе. И я готова собираться на свой день рождения, на празднование. Обязательно попробуйте, я уверена, что вы оцените такой завтрак. Итак, друзья мои, 26 января мне исполнилось 36 лет. И мы с вами заочно и виртуально знакомы уже чуть больше 10 лет. То есть я начала снимать видео, когда мне было 26 лет. Я буду краситься, но сегодня я не хотела бы рассказывать вам о макияже, делать обзор каких-то средств. В последнее время их было достаточно много на канале. Но для тех, кому интересно, я оставлю весь список продуктов, средств для макияжа внизу в инфобоксе. Так вот, что же изменилось и как я себя ощущаю в возрасте 36 лет? Как бы странно это ни звучало. На самом деле, женщины, как мне кажется, и общество сами привязывают слишком много внимания к цифрам. Каждый день я абсолютно никогда не думаю о том, сколько мне лет. И это не потому, что я в душе ощущаю себя на 22. Я просто-напросто живу, и время не остановить. И знаете, не стоит себя загонять по этому поводу, извините за такое словечко, но по-другому даже как-то не опишешь. Толку с того, что ты будешь думать о прошлом, думать о том, что годы убегают и скоро жизнь закончится. И на самом деле я вообще никогда даже не зацикливалась на цифрах. Я помню, что когда приближалось мое 30-летие, начали поступать вопросы именно от моих зрительниц. Оля, как ты переживаешь вот этот кризисный переломный момент 30 лет? 30-40-50 лет. Это все равно еще не старость. И я не понимаю, почему женщины делают это друг другу. Я вообще должна вам признаться, что мне как-то больше импонирует, меня больше вдохновляют такие девушки возрастные, которые выглядят ухоженными. Но видно, что им уже далеко не 22, и они не пытаются молодиться таким образом, чтобы выглядеть моложе. Это как, знаете, натянуть свое лицо, очень сильно себя переделать, но при этом все равно видно, что ты уже не моложавая такая девица. И с возрастом тоже появляется какая-то мудрость, опыт, осознанность и совершенно другие ценности. Когда я смотрю на себя в зеркало без макияжа в возрасте 36 лет, несомненно, я замечаю какие-то изменения, но они настолько несущественные и не критичные по сравнению даже с 26 годами, да. Но просто за это время я научилась как-то и принимать свои, как мне казалось, недостатки, и не обращать внимание на критику абсолютно посторонних людей. Потому что даже если мне будут писать, что я вот такая вся невыразительная, там, серая мышь, что я с рождения со светлыми волосами, со светлой кожей, с светлыми глазами, и это ничего не изменит во благо кому-то, я не перекрашусь и себя не переделаю. Что касается каких-то именно возрастных изменений, мне кажется, что они впереди, и на свой возраст я выгляжу вполне себе нормально, а остальное я могу докрасить, улучшить, как-то немножечко скорректировать при помощи уходовых процедур и декоративной косметики. И даже в самом своем плохом виде я и так могу сделать из себя конфетку, благодаря тем навыкам нанесения макияжа, которые я сама для себя приобрела. Я очень давно не была у косметолога, я даже не скажу вам, когда это было последний раз, это были процедуры на увлажнение, никакого там лифтинга, ничего. И за последний год я тоже очень сильно ленилась делать те же массажи лица, но думаю, что в ближайшее время я чуть больше внимания посвящу именно себе, своему внешнему виду, чисто для того, чтобы немного как бы освежиться, но ничего кардинально менять я не собираюсь. Сейчас покажу вам свой наряд в итоге, и заодно посмотрим несколько удачных покупок. Во-первых, я давно хотела себе молочную сатиновую юбку, конечно, это не натуральный сатин, это Zara. И также я еще с прошлого года пытаюсь выловить серую шубку, это искусственный мех из Zara, но она настолько завирусилась в инстаграме, в тиктоке, что ее было не достать, и сейчас появилась белая. Я тоже буду продавать свою светлую шубу. Я решила взять себе покороче. Она очень объемная, короткая. Я покажусь вам в зеркале, и у меня она в размере S. Также, девчонки, спасибо вам за рекомендации. В одном из видео я спрашивала, какие колготки надевать под светлые юбки. А зимой вы мне посоветовали вот такие кашемировые в кальцедоне. Я вчера была в торговом центре и купила себе их. Они, кстати, не такие дорогие, как я ожидала. Помимо этого, там еще была распродажа. Ой, это мой счет. Я взяла себе еще и вот такие носочки. Объемные. Наверное, здесь нет никакой шерсти, ничего. Я жду, когда приедут очередные из Алиэкспресс. Они очень теплые и уютные, но я люблю такие. Особенно дома или к углам. Очень классные. И также на финальной распродаже в Заре я купила себе ботинки, в которых я сегодня пойду. У меня не супер женственный такой гламурный образ. Хотя, наверное, отчасти тоже, да. Мне сейчас нежелательно ходить на каблуках, потому что у нас скользко, чтобы я не убилась. Я вообще, в принципе, хотела приобрести себе ботинки. Какие-то типа шоколадные. Они, видите, как потертые. Прикольно будут смотреться с моей шоколадной сумкой. У меня 37 размер. Я не помню, сколько я за них отдала, но совсем недорого, потому что уже сейчас просто максимальный сезон распродаж. Вот распродают остатки. Они, в принципе, удобные. Подошва здесь, как видите, не низкая. Я сегодня такая... Буду на грани, да, женственности. Еще, девчонки, вчера кое-что возвращала в резервт. И довозвращалась до того, что заглянула в новую коллекцию. Сейчас немножко помятая. Но, девочки, это не столь важно. Базовая белая футболка – это всегда огромная проблема. А это типа как из премиальной коллекции резервты. Я думаю, что они без проблем доступны онлайн. Стоит она так же, как в Заре. Здесь хороший хлопок. Не тоненький, видите. Я решила взять, потому что белые футболки, к сожалению, со временем приходится обновлять. Ничего их не спасает. Волосы я все-таки решила связать. Мне так больше нравятся. Никакие локоны тоже сюда не подошли бы. Вечером мы идем в какой-то японский ресторан всей семьей. А завтра к нам тоже приходят гости. С девочками я хотела бы отмечать в феврале, когда дети будут в лагере. Томак в поездке. И вот такой нарядик у меня сегодня. Юбка, ну вот как бывает в Заре, швы могли бы быть поровнее по бокам. Ну, не критично. Меня все устраивает. Сумка BeGordia от польского бренда. Шоколадная. Вот эти ботинки на мне. Юбка, между прочим, ну, лично на мне не очень-то и короткая. Ближе к Макси, чем к Миди. В колготках мне дома тепло. Шубейка, по-моему, отличная. Очень прикольная. Проверим, насколько она теплая. Конечно, это вариант не на минус 20. Вы же понимаете, она буквально только до бедер. Но на нашу зиму как раз в машину там или куда-то на выход. Или когда плюс 5. До нуля, наверное. Ну что, я буду ждать своих мужчин. Ой, давайте откроем подарки. Знаете, что это? Подарок, которого я не ждала. Я рано утром была на реабилитации. И мой тренер-реабилитолог подарила мне приглашение на массаж лица Кабида. Мне так приятно. Завтра у нее день рождения. Я тоже приглашу. Приглашу. Как-то организую ей подарок. И теперь такие массажи будут выполняться там, куда я езжу. Тренироваться очень удобно, потому что это недалеко. Супер удачный подарок. Я прям так рада. Я же еще до сих пор не открыла свой главный подарок. Но я вообще-то не стану им сейчас прям пользоваться. Я думаю, что вы догадываетесь, что здесь. Я хотела телефон еще перед рождественскими праздниками или на рождественские праздники. Но как-то так получилось. В общем, теперь у меня есть 15-й iPhone Pro. Не Max. Max мне неудобно. У меня до этого был 13-й. Надеюсь, что мои фотографии теперь станут только лучше. Знаете, в чем прикол? В том, что он уже открыт. На самом деле. Но пломбы сохранились. Почему? Потому что к нему сразу же можно было докупить стекло. И для того, чтобы гарантия сохранилась на 2 года, его должны были замонтировать, не знаю, приклеить в магазине. Я взяла себе белый. Он тяжелее, чем предыдущий. Что-то я не могу понять. Вот. И стекло приклеено. В принципе, мне все равно какой цвет, но как-то беленький. Это прям мое. И теперь нужно заказать чехол. Я очень-очень рада. Это супер нужный подарок. И знаете, что меня удивляет? Он тут включается. Буду синхронизировать со своим телефоном. И раньше были и наушники, и полная зарядка. Потом исчезли наушники. А теперь еще и блок для зарядки. Только кабель. Ну что, блок у меня есть. Будем разбираться. Все устанавливать, переносить и так далее. Отлично. Но это еще не все. Это уже не подарок, девочки. Чисто у меня поломалась штукенция. Вход для карточек. Его нет в Маке. Я работаю на Мак Про. И это уже третий, который я покупаю. Просто больная тема. Мне кажется, они специально это сделали, чтобы потом еще докупали вот такие дополнительные всякие гаджеты. В этот вечер, как я вам и говорила, мы отправились в японский ресторан, в котором никогда не были. Томак нашел его по отзывам. Называется он Има. Очень приятный интерьер. И на удивление, несмотря на то, что была пятница, было достаточно пусто. Только несколько занятых столиков. Я много лет подряд говорила вам, что я не очень люблю свой день рождения и все вот эти вот отмечания. В основном это связано с тем, что мой день рождения в январе, после всех новогодних рождественских праздников и семейных праздников, которые у нас есть в этот период. Это тоже дни рождения, а бесконечные рестораны. Это настолько устает, что уже хочешь сам погрузиться в какую-то обычную рутину и перестать ходить там в какие-то заведения. Но в этом году я по-настоящему насладилась. И, наверное, потому что я не так сильно активничала именно во время праздников. И также я замечала раньше, что я не очень любила излишнее внимание к себе. А сейчас я работаю над собой, над своей самооценкой. Много над чем, но это совершенно другая тема. Я благодарю вас за огромное количество поздравлений в инстаграме. Мне очень приятно. Я физически не могла ответить всем лично на сообщения. Но я очень-очень ценю и, правда, признательна вам за все добрые слова, которые вы написали в мой адрес. Все. Спасибо. Пока-пока. До новых встреч совсем скоро. Пока-пока.